Здравствуйте! Вы смотрите новости о главных событиях за день. Расскажем прямо сейчас. Водители-пешеход, внимание! На улице строителей установили новый светофор. 39 миллионов рублей на ремонт, что будет сделано в стационаре больничного комплекса. 20 лет как одна песня. Хор ветеранов готовится отметить юбилей. Город Муравленко стал лидером оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. В округе такой рейтинг составляют ежегодно. Для объективной оценки и учета особенностей муниципалитетов определены 4 группы. Наш город входит во вторую, где численность населения менее 100 тысяч человек. Оценивают эффективность деятельности органов местного самоуправления по нескольким критериям. Затрагивают сферы, требующие приоритетного внимания как региональных, так и местных властей. У Муравленко стабильно положительные значения по всем показателям. Наш город был в лидерах и в прошлом году. Во вторую группу входят города Салихарт, Лабытнанги и Губкинский. Жители города могут оценить деятельность муниципальной власти, предприятий и учреждений. Голосование проводится на официальном сайте окружного правительства. Опрос включает в себя 17 вопросов. Респондентам предлагают оценить работу общественного транспорта, качество дорог и предоставляемых услуг в сфере ЖКХ. Кроме того, жители города могут определить, насколько эффективно работают глава города и председатель городской думы. На пешеходном переходе в районе 6-й школы заработал новый светофор. Этот объект работает по такому же принципу, как на пешеходном переходе через улицу Ленина у Дома культуры Украины и у Центральной аптеки. То есть пешеходу нужно нажать специальную кнопку, после чего электронный регулировщик загорится зеленым светом. Светофор работает сейчас в штатном режиме, в исправном состоянии. И хотелось бы предупредить всех наших жителей о том, что обращаем особое внимание на безопасность дорожного движения. Подошли, нажали кнопочку, дождались зеленого света и спокойненько перешли. Продолжаются ремонтные работы в нескольких отделениях городской больницы. Строители из Красноярска обещают завершить их в установленные контрактом сроки. Все подробности у Эрнеста Бавшина. Ремонт отделений на территории больничного комплекса начался еще в июне. Более половины от запланированного объема уже выполнено. На ремонт и реконструкцию пяти отделений городской больницы в этом году округ выделил 39 миллионов рублей. Здесь в больничном комплексе четыре объекта ремонтируются. Это спид-лаборатория, это клиника-диагностическая лаборатория, хирургический корпус и психонаркологическое отделение. Строительная организация из Красноярска отремонтировала крышу лаборатории и одного отделения в хирургическом корпусе. Выполнила наружные бетонные работы. Основные работы сегодня по наружным делам у нас выполнены. Это четыре кровли. Выполнили мы на четырех зданиях. Три кровли мягких, одна шиферная. Выполнили бетонные работы по отмосткам в пределах 120 кубов. Устройство крылец 11 штук тоже в пределах 70 кубов бетона. В настоящее время рабочие утепляют три здания. Фасады обшивают металлосайдингом. Подрядчики обещают ускориться и привлекают дополнительные силы. Хотелось бы, чтобы темпы ремонта были ускорены. Потому что вы знаете, что в холода ремонт делать это не совсем правильно. Вновь прибывшие накануне рабочие уже занялись заменой окон и дверей в хирургическом корпусе. Там установят более 50 новых стеклопакетов и более 100 дверей. Должны успеть. Вчера у нас заехали дверники, так сказать, кто ставит двери. И, значит, окна мы уже ставим. Значит, у нас сегодня работает 15 человек. Летом при поддержке «Газпромнефть Муравленко» дополнительно удалось отремонтировать кровлю терапевтического корпуса. Строители применили современный полимерный материал, который используют при отделке бассейнов. И гарантировали качество. Срок завершения работ в больничном комплексе 20 ноября. Эрнест Бавшин, Сергей Шалафан. Новости Муравленко. На Ямале в день 85-летия гражданской обороны России началась учебная тренировка. Она продлится в течение трех дней. В четверг в Муравленко запланировано несколько мероприятий. Особое внимание уделят оповещению и сбору руководящего состава федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления. В парке состоится выставка пожарно-спасательной техники, а в центре спорта Муравленко организуют пункт временного размещения граждан. Сегодня на Ямале функционирует 10 спасательных служб, включая медицинскую службу оповещения и связи, наблюдения и лабораторного контроля. С профессиональным праздником спасателей поздравил губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. Сегодня гражданская оборона успешно решает задачу предупреждения ликвидации последствий ЧАЭС, пожаров и катастроф. Работает слаженно и эффективно, обеспечивая безопасность общества и государства, в том числе и на арктических рубежах. Благодарю за службу, ответственность и профессионализм. И желаю вам мира, добра и благополучия. В Муравленко сегодня состоялась первая медицинская комиссия для призывников. Медосмотр будет проходить до 20 октября ежедневно. Решение по результатам обследования призывников озвучат на призывной комиссии. Первое заседание состоится в ноябре. Тогда же новобранцы узнают, в какие войска они отправятся служить. Кто-то будет признан временно негоден, кто-то будет признан годным, постоянным здоровьем. И, естественно, часть из них пойдет служить в ряды российской армии. Этой осенью в ряды российской армии из Муравленко планируют призвать более 90 юношей. Первая отправка запланирована на начало ноября. В проекты реконструкции улиц включат замену и обустройство новых фонарей. Большой объем работ будет выполнен и на промышленной зоне. Все подробности у Татьяны Бойко. Наталье и ее младшей дочери приходится каждый день проходить по аллее вдоль общежития по улице Школьной. Участок действительно темный. У нас здесь, ну как получается, несколько есть неосвещенных мест. Вот это самое неосвещенное, потому что здесь вообще ни одного фонаря. Вот в длину всей аллеи, получается, ни одного фонаря нет. И дети, когда возвращаются, например, уже поздновато из школы и после кружков, например, то здесь даже нам опасно, как дети возвращаются до дома. В управлении жилищно-коммунального хозяйства утверждают, количество фонарей не уменьшилось. На улицах города их установлено почти полторы тысячи. Уличное освещение включается и отключается автоматически. Полноценная замена и обустройство новых фонарей включены в проекты реконструкции улиц города. Вдоль спортивного комплекса «Зенит», потом идет детский сад, потом идет вот «Дружба народов 8А», где пешеходный переход к второй школе. Вот этот участок освещен. Да, он уже сделан, его сделали к началу учебного года, к первому сентября. Этой осенью предстоит выполнить большой объем работ и на промышленной зоне города. Будет такой масштабный проект по реконструкции существующего освещения на улице Нефтяников и на улицах промзоны. И он же в себя включает и монтаж дополнительных линий освещения тех улиц и пешеходных переходов, на которых в данный момент освещения просто отсутствует. Он очень дорогостоящий, этот проект свыше 100 миллионов рублей. Подрядчик этой осенью выполнит работы на участках улиц Школьная и Ямальская. Срок окончания – первая декада ноября. За это время будут смонтированы две дополнительные линии освещения. Татьяна Бойко, Анастасия Пономарева, Андрей Нагибин. Новости Муравленко. Капитан полиции городского отделения внутренних дел Михаил Тупицын поборется за право выступить в финале всероссийского конкурса «Народный участковый». Онлайн-голосование стартует 7 октября на официальном сайте окружного управления. Михаил в полиции служит с 2009 года. На службе зарекомендовал себя как грамотный и ответственный сотрудник. Первый этап конкурса прошел в сентябре. Участковый Тупицын вошел в число финалистов. Когда я узнал, что я попал в пятерку финалистов, я был очень счастлив, очень рад, потому что люди оказали мне большое доверие. Получается так, что они отдали именно за меня свой голос именно в городе Муравленко и по всей России. Второй этап конкурса завершится 16 октября. Конкуренцию капитану Тупицыну составят коллеги из Ямальского и Надымского районов, Лабытнанги и Нового Уренгоя. Поддержать Михаила Тупицына может каждый из нас, отдав свой голос на сайте окружного управления. В Муравленко стартует конкурс профессионального мастерства среди работников учреждений культуры. Пятеро участников расскажут о своих профессиональных качествах, проведут мастер-классы, где продемонстрируют оригинальные методы работы, выступят с защитой портфолио. Конкурс проводится ежегодно в целях повышения профессионального уровня и социального статуса работников культуры. Конкурсные прослушивания начнутся 10 октября. Пройдут они в Лире по номинациям «Визитная карточка», «Мастер-класс» и «Презентация портфолио». Хор ветеранов «Русская душа» готовит концертную программу. В октябре коллективу исполняется 20 лет. В его репертуаре более 100 народных и патриотических песен. На одной из репетиций побывала Анни Григорян. Светлыми звездами, вверх на украшении, Светлыми звездами, вверх на украшении, Светлыми звездами, вверх на украшении, Это только на репетиции они могут позволить себе сделать маленькие ошибки. На сцене все серьезно. Хор ветеранов «Русская душа» поет уже 20 лет. Каждое выступление для них – огромный труд. Очень хорошая сплоченность. Очень хорошая. Поэтому мы стараемся, по крайней мере, я стараюсь их объединять. Чтобы не было такого, там, каждый отдельно сам по себе. Стараюсь их сплотить. Поэтому у нас вот как-то вот так вот заведено, что все вместе. В составе хора ветеранов 22 человека. Самым молодым – 40, самым старшим – по 80 лет. Для многих из них хор – это эликсир здоровья и хорошего настроения. Все время за эти 20 лет везло с и пропадавателем, и с коллективом. Очень хорошие девочки. Все хорошие девочки у нас. Дружные, дружный коллектив. Как сказать, на репетицию идем с большой охотой. Песня для нас много. Во-первых, это общение. Во-вторых, это здоровье. Во-третьих, это подтяжка себя. Я знаю, что мне нужно выглядеть так, как я смотрелась. В репертуаре русские, украинские, чувашские и татарские народные песни. Поют о родине, о войне, о родном крае. Коллектив не раз становился дипломантом и лауреатом различных фестивалей и конкурсов. Планы наши в дальнейшем дальше заниматься, дальше изучать, учить новые песни, чтобы выходить на большую сцену и петь, и получать от песни удовольствие, радоваться, положительный заряд. Русская душа для многих горожан стал символом духовной молодости и бесконечного оптимизма. Каждый выход на сцену делает участников хора еще задорнее и моложе. Трудное, трудное, все забывается, светлые звезды горят. Мы выступаем нормально, и рады люди нам, и мы рады людям всегда все это. Очень нравится. Люди преданные, влюбленные в песни – вот что является основой долголетия коллектива. 20-летие хор ветеранов отметят в конце октября. Юбилей артисты встретят на сцене родного Дома культуры Украина. Аня Григориевна, Владислав Дроботов, Новости Муравленко. Пока на этом все о развитии событий в наших следующих выпусках.